Это выставка «Дань уважения человеческой выдумки и трудолюбию». Организатор и экскурсовод Марина Андрианова увлеченно рассказывает не только об истории и развитии того или иного промысла, она словно совершает увлекательное путешествие. Мы теперь в Жостово. Это тоже Подмосковье, это не так далеко от Москвы. И такой небольшой вам лайфхак, если вы хотите в Жостово поехать, можно на автобусе, на электричке, а можно поплыть на пароме. Ходьковская резьба по дереву, Жостовская и Хохломская роспись, Оренбургские пуховые платки, кжель, фидоскинская миниатюра. Более 120 экспонатов, призванные рассказать о талантах земли русской. Выставка небольшая, всего три стеллажа. Большинство экспонатов знакомы многим из нас с детства. Тем не менее, во время этой короткой 30-40 минутной экскурсии узнаешь массу интересных и неожиданных вещей. У Тамары Павловны Бобиной должность в библиотеке нетворческая, специалист по кадрам. Однако она увлеченный коллекционер. Набор семикаракорской керамики, которая представлена на выставке, часть ее коллекции. Начался у меня, вот я могу сказать, просто как заболевание какое-то, где-то лет 16-17 назад, когда я купила первую, наверное, чашку, я даже не помню, что я первая купила. А потом мне это очень понравилось. Надо сказать, что вот эта посуда, она очень красиво смотрится на кухне. Она украшает собой кухню. Мало того, этой посудой очень хорошо украсить праздничный стол. То есть в любом виде она хорошо смотрится. Но не только Тамара Михайловна предоставила материалы для выставки. Эта экспозиция – живой пример коллективного творчества большого количества людей. Это наши сотрудники, это наши читатели. Они приносили предметы сюда. Я всегда собираю, я стараюсь вообще, чтобы привлекать наших читателей. Вот не просто так они пришли, посмотрели и взяли книжку, да, а вот именно тоже поучаствовали. Им же приятно. Они приходят и говорят, ой, это мой предмет. На организацию экспозиции у Марины Андриановой ушло чуть больше месяца. Но кроме этого изучено немало материалов, касающихся народных ремесел. В результате получилась увлекательная история. Я здесь бываю довольно-таки часто. Библиотека для нас стала таким досуговым центром. Здесь всегда интересно, познавательно. Пришла сюда с удовольствием на вот эту выставку посмотреть. Мне очень уже сразу нравится название выставки «Сокровище народных талантов». Это народное ремесло. Действительно вот очень красиво вовлекает. Очень-очень нравится. Выставка будет работать до 10 марта. Вход бесплатный. Максим Козлов, Владимир Вижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.